Здарова, молодые люди, меня зовут Шок, и сегодня я решил поиграть в CSGO, вспомнить, с чего я начинал, если что, я пришёл в эту игру в 2014 году. Мы сегодня будем играть в игру 2013 года, а вы сами можете в это поиграть, просто сделайте то, что у вас сейчас на экране. На самом-то деле, я получил довольно большое удовольствие и впечатление, потому что не думал, что она так сильно изменилась. Есть даже моменты, те, которые мне нравились больше там, поэтому кто пришёл в новую CSGO, а таких много, потому что игра стала бесплатной, люди подросли, ушли из Майнкрафта, из Роблокса, или из стендоффа, или в стендофф уходят навсегда. Не знаю точно, в общем, приятного всем просмотра, в этом ролике будет очень интересная новость про то, какие могут быть возможности, делая такие ролики, поэтому посмотрите обязательно его до конца. Приятного просмотра ещё раз, погнали. Именно так нас встречает CSGO, я прямо сейчас делаю тише, это кошмар, это просто кошмар. Так, ну что я заметил? Здесь у нас старое, логично, старое менюшка, моя новая аватарка, мой никнейм, но старые медальки, 5 штук, новостей нет и 4 вкладки в менюшке, то есть полностью отсутствует всё, что у нас сейчас есть. Ну и самое главное, это статистика. Я без шуток говорю, но в новой версии менюшки я очень редко захожу в статистику, либо вообще не заходил. Я не помню, что она вообще существует. Здесь можно посмотреть свою статистику, посмотреть может достижения и списки лидеров. Вот это очень интересная штука, потому что тут можно следить за своими друзьями. Возможно это можно делать и в нынешней версии, но насколько здесь это легко делается, насколько здесь это интересно выглядит. Я не знаю почему, но я хочу это читать. Ладно. Так, помощь настройки. Контроллер, здесь ничего не изменилось, клавиатура, мы же здесь там мало изменений. Параметры игры вот тут уже побольше, гораздо. Вальф в этом году постарались. Здесь забавно, что есть расположение в давлении Steam, сейчас это делается прям в Steam. Настройки звука. Нет никакого 3D звука, нет ещё чего-то. Ну короче много функций там. Очень мало имеется здесь чего. Как играть? Я может быть опять туплю, но я не помню такой слайд в нынешней игре. Так, ну что ж, идём дальше. Авторы. Вот этого точно нет в CSGO. Ну что ж, давайте начинать играть. Тут можно найти игру, играть с друзьями. Создаётся лобби. Но самое интересное, я сейчас скину эту новость ребятам. Если они смогут зайти ко мне и создать сервер в этой версии CSGO, то это будет что-то с чем-то. Это будет очень интересно. Так, поиск серверов. Тут ни один сервер не работает. Одиночная игра с ботами. Так, можно выбрать любую карту. Ну в любом случае, я думаю, что у нас так и получится. То есть играть с людьми мы не сможем. Игроков в сети 0. В поиске 0. Серверов в сети 0. У меня 15 мкат, когда играю, можно пригласить ещё раз. Я в CSGO 2013 года. Го ко мне. Го в дискорд. Ладно, давайте попробуем, может быть сработать. В общем, я позвал сейчас поиграть в эту игру на Тинеке. Посмотрим, что получится. Ну что ж, я сейчас буду играть с ботами. Я хочу попробовать поиграть в Dust2. И посмотреть, что будет без ботов. Лёхи боты опытные. Вот мне интересно, вот раньше, когда я начал играть в CSGO в 2014 году. И мне было сложно играть против опытных. Я считал это как вот реально сложно. Так, ну что ж. Я включаю звуки. Консоль, кстати, смотрите какая. Она полупрозрачная. Я купил дигл, но... Стоп, подожди. А! А что здесь новенькое? Подожди. За КТ можно было ГЛО купить? За КТ можно было купить ГЛО. Вот, слушайте. А можно здесь мой конфиг поставить? Я зря это сделал. Я заел. Всё. Минус мой конфиг. Экзек. Конфиг просто. Чуваки, я заел. Это забей. У меня, смотри, у меня прицел меняется. Я всё сбил. Ребят, что-то мне начинает не нравиться. Игра какая-то логучая. Я ей как будто уже несколько лет. О! И тут, представьте, тут даже никто не думал скина. Вот, боже, по факту, если говорить, за несколько лет так мало чего изменилось. Модельки тоньше были. Гораздо. Не, боты сильные здесь. Ребят, я бы здесь сыграл боемку на самом деле. Как же они классно падают. Бома, дефейцы. Блин, ну это прикольно. Хасгул, когда я начал играть, мне она понравилась и на такой, какая она сейчас. Вот именно такая. Зевс стоил 1000 долларов. Сейчас 200 баксов. МК-3100, АУК-3500. Но МК не изменилась. Какая-то странная тема. Я убиваю, но только через секунду он умирает. Слушайте, ну а играбельно? Без шуток играбельно. Какой прицел забавно. Смотрите, я могу двигаться в прицеле. Минус 3, ребят. Так, мне кинуло инвайт на Тинайке. Он будет здесь? А что? А Лука, включи что-то, товарищ. Классический гонк вооружения. Не, не, ребят, ребят, не. Играть не сможем, сервов нет, сажали. Слушайте, пацаны, а давайте я сделаю... Давайте так. Так, если этот ролик наберет 30 тысяч лайков, то я сделаю паблик в CSGO, где мы соберем, ребят, мы сделаем сервис Абишока на этой версии CSGO. Я не знаю, это возможно или нет. Если не будет возможно, то не сделаем. Если будет возможно, то это реализуем. Ребят, поэтому 30 тысяч лайков, если мы собираем новый ролик. Сыграл паблика в бейте CSGO, аимку. Это классно. В общем, ребят, набираем и посмотрим, что будет. А сейчас я иду дальше рассматривать карты и смотреть, что изменилось в новой версии CSGO. А, вот она какая, я забыл про нее. Диггл стоит 800 долларов. Так, ну, стрельба с диггла. А вы это видите? Видите, что вы это видите? Он всегда стреляет в цель. Не, ну, не, не всегда. Или всегда. Не, ребят, тут нет разброса. Это какая-то имба, диггл. Это полная имба какая-то. О, а как она стреляет? На этот прицел. Слушай, здесь он тоже имба какая-то. Смотрите на его скорострельность, и она отсутствует. Этот, этот зажим был сейчас. Не, чувак, чувак. Это круто. Это правда круто. Одиночная игра с ботами. Какая карта мне еще интересна? Наверное, нюк, я бы сказал. О, вертик, кстати, интересно, как выглядит. Кстати, она сейчас так сильно пох... Это шутка какая-то? Это шутка? Это шутка? Это шутка? Это шутка? Это шутка? Она так похожа на новую версию. То есть CSGO. Ничего не обновляли. Они берут старое. Это разоблачение. Бонка вооружения. Моя цель это ни разу не умереть. Кто помнит эту карту? Она... Вот она вообще не изменилась. Ха-ха. Это чисто CSGO. А можно убить. Не, меня убили, ребят. Это полный отмена. Ха-ха. Попал до Зиггл. Ребят, мне кажется, либо тут слишком много оружия. Потому что это уже какое оружие, я не понял. 24-ое, я до сих пор играю. Я такое не помню. Я помню, что было около 16 оружия. Манихоп. 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 27-16. Ребят, я в 16 раз умер от ботов. Давайте нюк проверим. Смотрите, как быстро, кстати, грузятся карты. Очень быстро. Вот тогда была оптимизированная игра. А что сейчас? Верьмаем. Мне кажется, второй пишет FPS у меня маленький. Playhack. Играйте в эту игру 13-го года. CS год, только немножко старее. Не, нюк я помню очень хорошо. На самом деле, я все эти карты помню. Я просто играл. Я пришел в эту игру. Как они играют. Они очень хорошо играют. Все, это клач, а Див-3 от Эрика. Они вдвоем на размен вышли. Вы ровлите? Они смог смотрят. Это отмена, ребят. Они по-другому. Либо стоим в снайп. Спрей. Как красиво. Как красиво. Я могу здесь поставить? А здесь? Здесь уже нет. Здесь уже нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. О, дверь. И тут ничего, да. Блин, так круто. Правда. О, Див-3. Не, ну это, конечно, бомба просто на 200 IQ поставлена. Трэйн. Не любил Трэйн раньше. Сейчас он интересный. Даже сейчас мне его не нравится. С этим мэйна уже нет. Ага, вот какой мэйн был. Первый есть. Не, это отмена. Краш. Не, тут... Не, ну, ребят, подруг. Не, ну ты как... Боже, не, ребят, это такая имба, чувак. Вот так вот мы поиграли. На самом-то деле эмоции я получил. Я, клянусь, не думал, что это будет именно так. Очень много чего вспомнил. И понял, что, фак, CSGO просто прекрасно. Она и в 13-м году выглядела лучше, чем сейчас всякие балорантики и так далее. Которые пытаются ухватить хайп Counter-Strike, которому уже 20 лет. Мне кажется, что переблюнуть такую историю, это надо, не знаю, уйти к CSGO полностью. Перебороть такую монополию в шутерах очень сложно. В любом случае в СНГ. Потому что в Европе все-таки больше люди играют в другие игры. Ну, всякие там Call of Duty и так далее. Что я еще могу сказать? В CSGO я пришел в 14-м году, когда уже были скины. Я помню свой первый скин. Это был Scout. Кокоть. Такой черненько-оранжевый, если вы помните. Я пришел в эту игру после того, как мне сказали. Эрик, там можно зарабатывать. Тебе падают скины. И ты можешь их продавать. И это заработок. В общем, очень странная ситуация. Я не понял вообще, что происходило. Но в итоге мне эту игру подарили на стриме. Когда я стримил Майнкрафт. И настолько я благодарен человеку, который мне эту игру подарил на самом-то деле. Я уже не найду этот аккаунт. Этот старый аккаунт. Там ВАК, кажется. Если хотите, я расскажу вам ситуацию. Потом, что у меня было с ВАКом. В общем, друзья. Спасибо большое всем, кто смотрел этот ролик. 30 тысяч лайков. И я попробую запустить сервер Сабершока на этой версии CSGO. Всем спасибо. И ждите новый ролик. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. Я сейчас ушел с Твича, чтобы заниматься каналом на YouTube. И если ты не подпишешься на YouTube канал, я еще должен. Заниматься Инстаграмом и уйти с YouTube. Мне кажется, неправда. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»